Здравствуйте! Я ваш преподаватель по дисциплине охраны труда химической промышленности. Меня зовут Русинкулова Шампанжа Неспековна. Сегодня начнем с первой лекции. Она идет как водная. Называется «Правовая основа охраны труда». Сейчас отключу вам демонстрацию и мы начнем. Продолжение следует... Итак, лекция номер один. Тема «Правовая основа охраны труда». Значит, цель лекции – ознакомить вас с правовыми основами охраны труда и со структурой нормативных правовых актов в области охраны труда. Также сформировать представление о государственной системе управления охраной труда. Значит, план лекции первая – это «Основы законодательства об охране труда в церкви Казахстана» и вторая – это «Организация государственного надзора и общественного контроля за охраной труда». Итак, значит, первое – это основа законодательства в охране труда в Воле-Казахстане. Забота о создании безопасных и здоровых условий труда всегда находилась и находится в центре внимания правительства. Охрана труда рассматривается как одно из важнейших социально-экономических, санитарно-гигиенических и экономических мероприятий, которые направлены на обеспечение безопасных и здоровых условий труда. Ответственность за состояние охраны труда несет администрация, предприятие, премьер-организация или учреждение. Особенностью соблюдения таких норм является компетенцией не только трудового права, но и административного, гражданского и других отраслей права. Гражданская правовая форма охраны труда – это обязанность предприятия или, к примеру, изготовителя машин, обеспечить требования их техники безопасности и производственной санитарии. Охрана труда – одна из важнейших участков деятельности профессиональных союзов. Все звенья профсоюза участвуют в организации мероприятий по охране труда рабочих и служащих, активно вовлекая трудящихся в практическую работу по улучшению условий труда на производстве. Основным законом в Республике Казахстан, который устанавливает эти правовые основы в области охраны труда, является принятый еще 15 мая 2007 года Трудовой кодекс РК, который вступил в действие с 1 июня 2007 года. Он содержит значительное количество новаций, всяких регламентов, из которых, в принципе, главное, можно регламентировать следующие условия. Первое – это принципы трудового законодательства. Второе – это компетенция всех государственных органов в области регулирования трудовых отношений. Третье – это основания возникновения трудовых отношений. Четвертое – основные права и обязанности работника и работодателя. Пятое – это порядок заключения или прекращения, там, распоряжения трудового договора. Шестое – защита персональных данных работника. И седьмое – это режим рабочего времени и нормирования труда работающего. Восьмое – это оплата труда. Девятое – это профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работающего. Также – это гарантии и компенсационные выплаты. Одиннадцатый пункт – это рассмотрение индивидуальных трудовых споров. Двенадцатый пункт – особенности регулирования труда женщин или иных лиц с семейными обязанностями. Также в него входят особенности регулирования труда работающих, которые по совместительству работают, или, скажем так, наемных работников, инвалидов или гражданских служащих. Также в регламент входит порядок рассмотрения индивидуальных или коллективных трудовых споров. Один из вопросов – это вопрос обезопасности и охраны труда. Также это расследование и учет несчастных случаев длинных повреждений здоровья работников, которые связаны с трудовой общедеятельностью и так далее. Основными принципами трудового законодательства Республики Казахстан являются Значит, первое – это недопустимость ограничения прав человека и гражданина в сфере труда. Второе – это свобода труда. Третье – запрещение дискриминации или принудительного труда работающим. Также туда входит запрещение начать форм детского труда. Третье – обеспечение права на условия труда, которые отвечают требованиям безопасности и гигиены. Четвертое – приоритет жизни и здоровья работников по отношению к результатам. Именно производство деятельности. Пятое – обеспечение права на справедливое вознаграждение за труд не ниже минимального размера заработной платы. Шестое – обеспечение права на отдых. Седьмое – обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты своих прав и интересов и так далее. Администрация предприятий, учреждений, организаций обязана обеспечивать надлежащее техническое освощение всех рабочих мест и создавать для них условия работы, которые соответствуют правилам охраны труда, техникам безопасности и санитарным нормам. Администрация также обязана внедрять современные средства техники безопасности, предупреждающие производственный травматизм, обеспечивать санитарно-гигиенические условия и предотвращать возникновение профессиональных заболеваний рабочих и служащих. Также ответственность за общее состояние техники безопасности производства и санитарии на производстве возлагается на руководителей предприятий и главного инженера. Цехи, к примеру, на начальника цеха, смены мастера и так далее. Администрация ответственна за то, чтобы производственные здания, служения и оборудования полностью отвечали действующим нормам и требованиям охраны труда. Администрация должна организовывать инструктаж рабочих и служащих по технике безопасности, а также постоянно контролировать соблюдение работников всех требований инструкции по охране труда. Администрация отвечает за то, чтобы рабочие и служащие, занятые на тяжелых работах, а также которые работают на вредных и опасных условиях труда, регулярно проходили обязательные медицинские осмотры для предупреждения профессиональных заболеваний. Также по согласованию с профсоюзом администрация устанавливает на основании отраслевых норм, значит, перечень работы профессии, которая дает право рабочим и служащим на бесплатное получение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты. То есть все обязанности рабочих и служащих в области охраны труда, они конкретизированы в типовых правилах внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих предприятий, учреждений, организаций и так далее. Второе. Организацию государственного взора и общественного контроля за охраной труда. Трудовые коллективы обсуждают и одобряют комплексные планы улучшения трудовых условий и контролируют выполнение этих планов. Они вносят предложения о техническом перевооружении, механизации и автоматизации, улучшении организации, повышении культуры производства, сокращении ручного, малоквалифицированного и тяжелого физического труда, участвуют в мероприятии по улучшению условий труда и быта работающих женщин, усилению охраны материнства и детства, вносят предложения по осуществлению мер, которые направлены на улучшение окружающей среды. Должностные лица, виновные в нарушении законодательства о труде и правилах охраны труда, невыполнение обязательств, включенных именно в коллективный договор и соглашение об охране труда, несут ответственность в порядке, установленном в законодательстве дисциплины Казахстана. Должностные лица за указанные нарушения привлекаются в дисциплинарные, административные или уголовные ответственности. Постоянный контроль за соблюдением работниками всех требований инструкции по охране труда возлагаются на администрацию предприятия, учреждения или организации. К административной ответственности за нарушение законодательства об охране труда имеют право привлекать в основные порядки государственные органы надзора и технические институты труда. Уголовная ответственность должностных лиц наступает в тех случаях, когда они допустили нарушение, носящее характер преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Республики Казахстан. Все. Спасибо. 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 Спасибо.